Здравствуйте! Сегодня мы с вами ставим такую интересную задачу за полтора часа поговорить про мониторинг качества дошкольного образования с использованием шкал МКДО. И, в общем-то, основная моя задача сегодняшнего разговора заключается в том, чтобы вы, как представители детских садов, как представители муниципалитета, если вдруг еще не знали и не видели, как работать с этим инструментом, попробовали бы попонимать, что входит в этот инструмент, на что обращается внимание. Понятно, что за полтора часа это такой будет, в общем-то, небольшой обзор, но мы постараемся с вами все вместе все-таки провести их с пользой. Сразу хочу сказать, что этот мой вебинар является продолжением того вебинара, который проводила Инна Александровна Яценко 17 мая у нас на сайте Института повышения квалификации. Вы можете посмотреть первую часть, в которой она говорила про то, как устроен сам этот процесс мониторинга качества дошкольного образования, в том числе в Красноярском крае, какие были результаты, какие были расхождения, как эта процедура по оценке качества, в принципе, происходит. Поэтому, если у вас есть интерес в этом поле, вы можете посмотреть вебинар 17 мая. Я не буду повторять этого содержания. Моя часть, она заключается в другом, с точки зрения эксперта, которые приходили в детский сад в 2019 и в 2020 году. Давайте будем двигаться. Значит, на что хочется обратить внимание, прежде чем мы с вами начнем двигаться по инструменту. Но первое, на что сегодня мы обращаем внимание, когда обсуждаем современные подходы к качеству дошкольного образования, это то, какое оно сегодня с выходом стандарта дошкольного образования стало. Ну вот, если вы меня спросите, чем отличается жизнь и образование дошкольное в детском саду после выхода стандарта дошкольного образования, я буду говорить всегда, что здесь действительно ситуация менялась и меняется. И поэтому вот этот пункт связан с тем, что образование ориентировано на развитие каждого ребенка. Это одна из основных линий, которую сейчас мы видим в различных инструментах по оценке качества, в том числе и, конечно же, в МКДО инструмент наш национальный, который был специально разработан для нашей системы. Значит, здесь очень много акцентов уделяется тому, что ребенок является индивидуальностью и в образовательной деятельности каким-то образом хотелось бы на основе этих наших инструментов, чтобы это учитывалось. Конечно же, здесь мы будем смотреть на то, как решаются задачи возраста, потому что очень часто так бывает, что в дошкольное образование, ну, сейчас это модно становится даже уже в некоторых местах и ситуациях, да, почему-то приносятся другие, не совсем адекватные дошкольному возрасту приемы, способы, методы работы. Вот, и в этом смысле, когда мы говорим про качество дошкольного образования, мы четко рассматриваем, насколько это работает именно на дошколку. Конечно же, в этом инструменте основным подходом будет то, что детская игра, она в приоритете. Большой момент, большой блок уделяется приоритету детской игры, как к основному контексту детского развития. И мы в нескольких показателях точно видим эти ориентиры. Психолого-педагогические условия развития ребенка – это та часть, которая заявлена в стандарте дошкольного образования, которую необходимо оценивать для того, чтобы изменять качество, проводя линию анализа, то есть какие условия созданы для развития ребенка и как можно их улучшать или их совершенствовать. То есть на это мы тоже обращаем внимание. Оценка качества с точки зрения стандарта дошкольного образования. Буквально несколько минут, позвольте мне уделить этому слайду. Стандарт предполагает оценку качества по психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной среде. Это то, что мы можем контролировать, это то, что сейчас, на мой взгляд, мне кажется, уже принято большим педагогическим сообществом, не только в Красноярском крае. Поэтому это ситуация, на что направлен инструмент, то есть на оценку психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды. Под условием понимается образовательная среда развития ребенка. И здесь не только РППС, но и то, как ребенок взаимодействует с различными субъектами, в том числе это взрослые, в том числе это сверстники, как дети относятся к самому себе, как взаимодействуют между собой. Все это мы будем смотреть, когда оцениваем качество дошкольного образования сегодня. Оценка – это такая вещь, которая нацелена не на внешний контроль за ситуацией, а действительно инициирует действия педагогов по ее улучшению. В этом направлении, конечно, мы сейчас активно работаем, как эксперты по оценке качества с детскими садами, с муниципалитетами, потому что все-таки, не буду лукавить, остается момент, когда к внешней оценке, когда приходит эксперт на внешнюю экспертизу, все-таки относятся к ним как к ситуации контроля. Ну, знаете, мне иногда приходилось говорить даже такие фразы в детских садах, когда говорила, вспомните, я же не из проверяющей организации, я же работаю в Институте повышения квалификации, посмотрите на меня, это означает, что я пришла здесь только ради того, чтобы повысить вашу квалификацию и улучшить условия нахождения детей здесь. Ну вот, все бывает, получается, по-разному, но в основном мы обращаем внимание на вот эту ситуацию, чтобы оценка качества была и работала на точке роста и точки развития в детском саду. Как выглядит инструмент? Инна Александровна подробно рассказывала его содержание. Я буквально несколько слайдов посвящу по этому вопросу. 9 областей качества, целых 108 показателей, это очень большой такой талмуд, но тем не менее. Мы по ним работаем. Более 10 индикаторов качества каждому показателю. В этом смысле, если посчитать, да, 108 на 10, то в среднем 1080 показателей нужно заполнить, если к вам приходит эксперт на оценку качества, или вы, например, проводите этим инструментом самооценку у себя в детском саду. Оценка проводится по трем линиям. Первая линия – это документирование, вторая линия – процесс, третья линия – это среда. Относительно линии документирования. Здесь может проходить ситуация поэтапно. На первом этапе, на дистанционном изучении материалов, мы можем обсуждать ваши и оценивать ваши материалы дистанционно даже. То есть на сайте вашего детского сада можно посмотреть те документы, которые у вас есть. И вот по этой линии, в принципе, если на сайте все документы размещены, то можно много чего увидеть. Следующая линия – это процесс. Эксперт по внешней оценке качества приходит в детский сад и отсматривает процесс, который происходит непосредственно в жизни, в реальной жизни детей в группе детского сада или, двигаясь за ними, передвигается на улицу, на музыкальный зал, на спортивные какие-то площадки. То есть куда бы ни шли дети, везде эксперт по оценке качества будет наблюдать за процессом и, соответственно, вносить какие-то свои оценки. Следующая линия – это среда. Среда, ситуация оценки развивающей предметно-постанционной среды – это тот момент, когда мы смотрим пространство, в котором происходит тот самый процесс, который был у нас раньше. И следующая линия – это предметы, которыми оснащена группа. И в этом смысле вот эти три момента, три линии, которые здесь мы с вами сейчас обсуждаем, как раз и отслеживаются в шкалах МКДО. Как устроены оценки? Пятибалльная система. Один балл – это ситуация, когда условия созданы в детском саду, и они таковы, что требуется серьезная работа о повышении качества. То есть есть какие-то буквально минимальные фрагменты. Ну, например, если мы оцениваем линию среда, и, допустим, нам нужно было бы посмотреть предметы для конструирования, мы заходим в группу и видим ситуацию, когда какой-то конструктор в небольшом количестве, в очень небольшом количестве он есть. И тогда мы понимаем, что эта ситуация не ноль баллов, в МКДО можно заработать даже ноль. Это ситуация, когда хоть что-то есть, и поэтому это один балл. И в таком темпе мы с вами двигаемся вот дальше по баллам. Два балла. Здесь у нас качество стремится к базовому. Это означает, что есть буквально небольшие какие-то дополнительные элементы к тому, что было заявлено в одном балле, но это все-таки не соответствует требованиям стандарта дошкольного образования, потому что на соответствие требованиям стандарта дошкольного образования здесь мы можем заработать три балла. Четыре балла – это хорошее качество. И здесь мы говорим про то, что в детском саду имеется система оценки качества и система управления качеством. То есть здесь задумываются, каким образом работать с результатами по оценке качества, как поустраивать маршрут. Спрашивают, что нет звука. Вот только у Светланы нет или еще у кого-то. Получается, что на четыре балла здесь уже именно системная работа по оценке качества наблюдается. Пять баллов превосходное качество, то есть систематизированная база знаний. И это означает, что здесь появляются информационные автоматизированные системы, которые помогают каким-то образом сработать с результатами, через анализ, прогнозы и так далее. Вот когда мы смотрим на вот эти наши баллы, мы понимаем, что в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования это, в общем-то, ситуация трех баллов. Поэтому мы, как эксперты дошкольного образования, когда ходили в детский сад, понимали, что наша сейчас зона ближайшего, скажем так, развития относительно нашей системы, она находится как раз вот в этом месте. То есть наша задача в ближайшем будущем – это, если мы хотим каким-то образом улучшить качество дошкольного образования в наших детских садах, то пока что мы стремимся к соответствию требованиям стандарта дошкольного образования. Конечно, это ближайшая планка. Для некоторых, конечно, может быть своя индивидуальная. И относительно 4-х баллов и 5-ти баллов у нас встречаются детские сады в единичных количествах, конечно, которые и преодолевают трехбальную оценку. Значит, каким образом устроен этот инструмент? Здесь 9 областей качества. Образовательные ориентиры, образовательная программа, содержание образовательной деятельности, образовательный процесс, образовательные условия, условия для детей с ОВЗ, взаимодействие с родителями, здоровье, безопасность, повседневный уход и управление и развитие организации. Как устроена работа, когда мы говорим об оценке с использованием инструмента МКДУ? На первом этапе сначала самооценку педагог проводит самостоятельно. В дальнейшем следующая ситуация происходит внутренняя оценка качества образовательной среды группы детского сада. То есть сначала смотрят группу. Причем это рабочая группа, она приходит в группу детского сада и оценивает каждую группу, в которой уже произошла оценка. Дальше происходит внутренняя оценка детского сада. Это тоже рабочая группа детского сада самостоятельно оценивает свое качество при помощи инструмента. И только после этого приходит независимая оценка качества образования в лице внешнего эксперта по оценке качества в детский сад. И он смотрит на условия в детском саду вот по тем же самым показателям, которые перед этим посмотрели уже сами работники детского сада. Давайте с вами посмотрим по порядку эти все показатели. Постараемся успеть. Но обращая внимание на какие-то важные сущностные моменты, которые встречались так или иначе в жизни эксперта по оценке качества. Я вижу, что у нас здесь в чате есть другие эксперты по оценке качества, которые работали в Красноярском крае. Поэтому если у вас будет желание что-то дополнить, добавить, поделиться своим каким-то отношением, вы можете писать в чате. Мы попробуем все вместе пообсуждать. Итак, первый показатель – образовательные ориентиры. Что здесь мы видим, на что обращаем внимание? Если посмотреть в шкалы по МКДО, здесь на самом деле не так-то и много показателей, индикаторов. Это принципы образовательной деятельности, понимание ребенка, наблюдение и документирование процесса развития и понимание качества образовательной деятельности. В качестве разговора я выделила здесь два. Возвращаясь к предыдущему слайду, обратите внимание, вот первые принципы образовательной деятельности. Что здесь мы смотрели, когда приходили в детский сад? Первое, на что мы обращали внимание, это мы спрашивали у воспитателей, понимая, что они уже проходили самооценку, что к ним приходили сотрудники детского сада для внутренней оценки качества, что они так или иначе уже обсуждали принципы, которые реализуются в детском саду в конкретной группе. Поэтому мы спрашивали у воспитателей, на основе каких принципов они свою образовательную деятельность выстраивают. Понятно, что эти принципы нужно было посмотреть в линии документирования в образовательной программе, в других документах, но линия процесса у нас была такая, самая интересная. Когда я задавала вопрос, на основе каких принципов вы работаете воспитателем, и понимала, что они теряются, у меня была единственная мысль. Думаю, почему они молчат? Ведь они же уже это третий раз сейчас делают. Ну и тогда мы начинали всячески помогать воспитателям, на основе каких принципов вообще-то стандарт дошкольного образования работает. Я знаю, что в стандарте дошкольного образования есть другие принципы дошкольного образования, и поэтому мы хотели именно эти принципы услышать, которые заявлены в стандарте. Конечно же, их для того, чтобы двигаться дальше, нужно было еще посмотреть в реализации, в процессе. Но чтобы заработать два балла, нужно было, чтобы воспитатель хотя бы их назвала. Потому что вот здесь на слайде представлены принципы, согласно которым мы работаем у нас сейчас в дошкольном образовании. И, конечно же, вот читая, например, принцип, связанный с личностно развивающим характером взаимодействия взрослых и детей, да, ну, например, я как эксперт могла спросить, что вы понимаете под этим, да, как вы это используете, как вы с этим работаете. Ну и, конечно же, хотелось бы посмотреть и увидеть, как она в процессе образовательной деятельности, и этот личностно развивающий характер взаимодействия с детьми использует, насколько гуманистический у нее подход. Конечно же, здесь мы смотрели про то, что реализация программы прежде всего в форме игры и познавательно-исследовательской деятельности, в форме творческой активности. Это те три сквозных линии, да, которые идут через все дошкольное образование, и мы понимаем, что это может быть как один из принципов педагога, работающего в современной системе. Поэтому, когда мы говорим и спрашиваем про принципы, неплохо было бы посмотреть, заглянуть в стандарты школьного образования, чтобы воспитатели могли не только, не только педагоги-методисты могли прописать это в образовательной программе, но и воспитатели могли это проговаривать, могли это обсуждать и могли бы это делать. Ну, в общем-то, это то, что хочет наш инструмент. Есть еще один здесь показатель понимания ребенка, наблюдения и документирования процессов развития. Вообще, педагогическое наблюдение – это сейчас та прогрессивная линия, которая, в общем-то, активно обсуждается среди педагогического сообщества. Мы понимаем, что, ну вот, вообще-то про педагогическое наблюдение говорят уже давно, о том, что нужно вообще обращать внимание на то, что вы пронаблюдали, прежде чем выстраивать образовательную деятельность. Ну, то есть я про это слышу уже много. Но на деле, вот, при оценке качества процесса мы понимаем, что... Ага, вот сейчас посидимую. А сейчас меня слышно, мы проверяем связь. Пишут «да». Спасибо вам большое. Продолжаем наш разговор про педагогическое наблюдение. Значит, смотрите. Много говорим, да, много говорим. Книжка Елены Георгиевны Юдиной у нас в Центре дошкольного образования про педагогическое наблюдение на 1996 года. То есть она была написана давно, и, в общем-то, если мы ее почитаем, то там очень много того, что мы сейчас активно обсуждаем. То есть есть разговоры, которые начинались еще, можно говорить, в прошлом тысячелетии, да. Но, тем не менее, насколько это сложно, насколько это трудно реализовывать на практике. Ситуация для того, чтобы выстраивать образовательную деятельность и смотреть перед этим на педагогическое наблюдение и выявление потребностей детских, детских интересов, детских способностей и каким-то образом влиять на педагогический процесс. Вот видите, у меня здесь такой зациклированный треугольничек, потому что именно то, что мы наблюдали у ребенка, что мы увидели, что мы выявили, и является основой нашего движения в построении педагогического процесса. То, что происходило в педагогическом процессе, оно может лежать в основе, например, педагогической диагностики. И, понимая, что все эти три составляющих взаимосвязаны, результаты педагогической диагностики могут приводить таким же образом к новому педагогическому наблюдению, потому что, например, умение освоено, надо двигаться дальше, поэтому нужно проводить следующее педагогическое наблюдение. И вот в этом критерии мы, приходя в детский сад, прямо наблюдали, что же делается в детском саду для того, чтобы педагогическое наблюдение было, чтобы процесс образовательный выстраивался с учетом его. Ну и вот бывали случаи, когда происходила ситуация по-разному. Мы просто должны понимать, что на это нужно обращать внимание сейчас. Следующий, наша область качества, это образовательная программа. С образовательной программой вот какая ситуация. Образовательные программы у нас бывают разные. С точки зрения МКДО здесь обзор на несколько образовательных программ. Основная образовательная программа, адаптированная основная образовательная программа, образовательные программы, которые есть еще в детском саду, и адаптированные образовательные программы дошкольного образования. То есть четыре таких линии, которые мы оцениваем по МКДО. Но если мы откроем наш инструмент, то мы поймем, что независимо от того, какая программа, в основном оценки будут про одно и то же, только понятно, что сам предмет, он разный. То есть мы будем смотреть или основную программу, или адаптированную основную программу. Понятно, что если у вас нет детей с особенностями, это означает, что вы можете, например, поставить по этому пункту НП. То есть неприменимо, так же, как это, например, было в других инструментах, типа Экерс. Но что нужно для того, чтобы наша основная образовательная программа могла приблизиться, например, к триомбалам, например, к соответствию стандарта дошкольного образования. Мы знаем... Ой, куда я нажала? Ку-ку. Так, извините. Я немножко погуляла. Значит, на что нужно обратить внимание, когда мы оцениваем основную образовательную программу? Какая у нас была ситуация? В практике детских садов Красноярского края у нас была такая ситуация, когда мы уже очень много работали с основной образовательной программой. То есть был период в 2014 году, когда вышел стандарт дошкольного образования. У нас было время выделено на пилотирование стандарта дошкольного образования. И у нас был такой план, в котором стояла дорожная карта, да, в которой стоял пункт по поводу разработки основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования. И, в общем-то, все детские сады Красноярского края разработали тогда программы в соответствии с этими требованиями. Но если кто-то помнит этот такт работы, то он был следующий. Мы брали стандарты дошкольного образования и максимально старались работать на соответствии с структурой программы. И поэтому с точки зрения структуры, требования у нас в стандарте дошкольного образования заявлены как требования к структуре образовательной программы, в основном у нас были выполнены у большинства программ. Но здесь мы понимаем, что еще кроме того, что, ну, если говорить про структуру, да, кроме того, что мы соответствовали второму разделу стандарта дошкольного образования, здесь есть еще в стандарте ситуация, связанная с кадровыми условиями и с финансовыми условиями. То есть они так или иначе есть в стандарте, заявлены в третьем разделе. И вот относительно инструмента по мониторингу качества дошкольного образования, они должны появляться в программах основных образовательных, как один из разделов. Ну, это один из мест, которые у нас оказались, ну, вот в разных детских садах в разной ситуации. И еще одна ситуация, которая связана непосредственно с процессом. Когда мы приходим в детский сад, мы должны увидеть основную образовательную программу в доступе, то есть в групповом помещении. В этом смысле родители, придя в группу детского сада, должны найти полный текст образовательной программы. Точно так же, как они должны найти краткую презентацию у себя в доступе. Следующим моментом, на который мы обращали внимание, это то, что полный текст и краткая презентация основной образовательной программы размещаются на сайте дошкольного образования. И, соответственно, эксперт, заходя на сайт детского сада, должен найти и программу, и краткую презентацию. Здесь же в программе мы будем смотреть, насколько педагоги и родители действительно могут влиять на реализуемую образовательную деятельность с учетом потребностей и интересов и инициатив ребенка. И в этом месте, ну, я могу сказать, что большинство наших программ, да, они не продвинулись далеко, потому что я видела такую ситуацию, когда мы смотрим на одну программу, мы смотрим на другую программу, мы смотрим на третью программу, они похожи как одна на другую, как сестры-близнецы. И не видно, что происходит здесь особенного, конкретного, отличающегося от другого детского сада. Несмотря на то, что даже если они находятся там в шаговой доступности друг от друга, мы все равно понимаем, что здесь ситуация, когда дети другие, инициативы другие, потребности другие, интересы у детей другие. У меня спрашивали, в каком разделе вы это будете смотреть? Я отвечала, я буду смотреть это, конечно же, во всех разделах, потому что если мы смотрим целевой раздел, то там есть раздел, называется «Значимые характеристики». В значимых характеристиках мы будем читать не только про возраст, а и про то, какие дети с какими потребностями, с какими интересами есть в этом детском саду. Соответственно, когда мы будем смотреть содержательную часть, я буду смотреть, как под эти потребности, как под эти интересы подобрано содержание. Потом, когда я буду смотреть образовательный раздел, я буду смотреть, организационный раздел, прошу прощения, я буду смотреть, как организованы условия для этих особых интересов и особых потребностей детей. Поэтому нельзя сказать, что мы здесь смотрим только значимые характеристики, и вот если здесь все хорошо, тогда мы можем поставить себе эту галочку, этот плюсик. Нет, то есть мы всю линию образовательной программы дошкольного образования смотрим вот с учетом истории, связанной интересов детских инициатив. Точно так же мы будем смотреть про адаптированную основную образовательную программу, про образовательные программы, которые есть в детском саду, насколько их полный текст присутствует, насколько они в презентации, насколько учитываются детские интересы, насколько субъекты могут быть субъектны. Ну, я имею в виду родителей, педагогов, ну, в общем-то, и ребенка даже. Двигаемся дальше. Следующая область качества, которую мы с вами сегодня обсудим, это содержание образовательной деятельности. Содержание образовательной деятельности, на первый взгляд, все просто и понятно. Здесь пять образовательных областей, которые у нас заявлены в стандарте дошкольного образования. Но на самом деле, каждая из них расшивается в большое количество показателей. И это самый объемный по размеру показатель качества. Для того, чтобы с вами мы разобрались и посмотрели, я предлагаю нам немножко разбавить мою деятельность голосовую, посмотрев видеофрагмент. Сейчас вам будет включен видеофрагмент. Видеофрагмент с детским советом, который снят в детском саду Красноярского края. Чтобы мы с вами смогли понимать, на что обращает внимание эксперт, когда приходит смотреть, например, показатель коммуникативной способности и активности, давайте попробуем поотвечать на вопрос, чему, на ваш взгляд, учатся дети. И после того, когда это очень маленькое, короткое видео, когда вы его посмотрите, я попрошу вас в чате ответить на вопрос, на вот этот мною поставленный перед просмотром видео. Запомните, что сейчас будем смотреть видео, пристально отвечая на вопрос, чему учатся дети вот в этот момент, когда у них проходит этот детский совет. Включайте, пожалуйста, прошу вас. Как появились люди, если вообще не существовало с начала Земли? Так как появились люди или Земля? Люди, да? Как появились на Земле люди? Такой вопрос у тебя? Нет, вообще, как появились люди, если еще не было Земли? Нет, вопрос какой, как появились люди, да? Да. Первые, да? Либо из обезьян, либо из обезьян, либо их создал Бог. То есть, две версии есть, да, Варя? Обезьян и Бог. Обезьян тогда не было. Два предложения, какое из них правильное, пока еще не разъяснило. Снело. Снело, без Нело. Это обезьяна. От обезьяны. Обезьян еще не было. Да, ты же сама знаешь уже ответ. Зачем вопрос тогда задать? Тогда другой вопрос. Так, какой у тебя еще вопрос? Как появились звезды? Как появились звезды, да? Все отдал Бог, логично. Нет, 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 а какой Бог? И все, да, Бог. А какая большая звезда? Самая большая, самая большая звезда, это Солнце. Нет, Солнце это карликовая звезда. Да. Есть еще и гиганты, и сверхгиганты. И звезды еще больше, чем Солнце, да. И я могу сказать, что есть такая звезда, которая за много-много-много раз больше, чем... Ну что, давайте попробуем поработать в чате. Вы посмотрели детский совет. Вот у нас есть первая версия. Дети учатся высказывать свою точку зрения, задавать вопросы. Елена, есть еще какие-то варианты? Давайте попробуем какие-то конкретные, может быть... Ну, в данном случае у них были познания. Слушать друг друга, рассуждать, отстаивать свою точку зрения. Учатся рассуждать, высказывать, выдвигать гипотезы, вести диалог. Да, у нас какие продвинутые на самом деле здесь на вебинаре участники. Поднимают руки при желании говорить, учатся проявлять инициативу, опровергать, слушать оппонента. Вот смотрите, да, по поводу опровергать, ведь тут же на самом деле две линии, да, на самом деле там очень много, больше, но две, которые сейчас хочется вот именно в социально-коммуникативном нам пообсуждать. Есть точка зрения у ребенка. Он считает, что Солнце – это самая большая планета. Но другие, которые находятся здесь рядом с ним, у них уже есть другая информация. И они понимают, что, ну вот, нужно каким-то образом показать ситуацию, что нужно, ну, может быть, где-то уточниться, да. Ну, то есть это в дальнейшем, в будущем потом взрослым им пригодится, да, для того, чтобы подбирать аргументы. Сейчас они пока нет, протестуют просто и все. Ну, а в дальнейшем мы понимаем, что, возможно, взрослый обратит на это внимание, да. То есть, и вот если вы слышали полушепотом, там, тихонько, воспитатель пытается поддержать ребенка, понимая, что сейчас на нее все напали, на него. Она говорит, а ты вот слышал, вот я читала. Вообще-то, да, действительно, есть такое, такое происходит. Сами пытаются придумать объяснение, да, то есть есть и точка зрения, вторая линия, которая связана, да, вот есть сейчас у детей эта тема, связанная с Богом. Конечно, если спросить некоторых воспитателей, они скажут, знаете, вот есть или одна точка зрения, или есть или нет, да, верить в него или не верить. Как под действием может работать в этом направлении воспитатель? То есть, ну, вообще-то это информация, которая неизвестна, и взрослым тоже. Поэтому мы не можем сказать детям здесь прямого ответа, мы не можем сказать про то, что мы присоединяемся к той точке зрения или нет. И в этом смысле это как раз именно та тема, которая благосклонна для рассуждения и выслушивания разных точек зрения, про которые вы говорите, да. То есть здесь вы говорите про то, что дети более инициативные. Ну, что значит инициативные, хочется уточнить, потому что в чем их инициатива, где их ответственность за какие действия. Ну, хотя, конечно, здесь тоже здесь это есть, но я обращаю ваше внимание, что мы обсуждаем сейчас коммуникативные способности и активность. Если мы приходим на детский совет, если мы видим такое живое обсуждение, ну, я имею в виду сейчас уже как эксперт по оценке качества, если мы понимаем, что дети правда могут обсуждать, дети действительно высказываются, дети отстаивают свою точку зрения, понятно, что этот детский совет, эта ситуация уже пятилетней работы, и это, как я всегда говорю, ничего случайного здесь нет, и ничего просто так не происходит. Конечно же, это нужно было с чего-то начинать, конечно же, нужно было очень плотно работать в этом направлении, так, чтобы дети смогли, ну, вот быть такими и рассуждать о планетах, о звездах, о Солнце, в общем-то о том, что им сейчас интересно, про то, что я как раз говорила выше. Ну, вот, если смотреть на этот детский совет, конечно, я могу много раз его показывать, могу его много раз его обсуждать, ну, тут такая интересная ситуация, позиция взрослых какова, да? Обратили ли вы внимание, что делают взрослые в этот момент? Может быть, напишите тоже в чате. Заметили ли вы, что делают взрослые, чем они заняты, на ваш взгляд, что сейчас происходит? Выслушивают детей, да, они слушают, еще что? Наблюдают. Они находятся, тем не менее, несмотря на то, что они просто наблюдают за детьми, вот тут мне хочется с вами прямо немножко пообсуждать, они не просто наблюдают, потому что они находятся в содержании, они видят, да, что что-то произошло, и, ну, нужна их помощь, они помогают. Если не нужна, если дети самостоятельны и активны в высказываниях, то они понимают, что сейчас здесь им это и не нужно. Да, там есть их роль, когда кто-то лежит на воспитателе, они наглаживают спинку, и это тоже то место, на которое нужно обращать внимание на детском совете, потому что, ну, есть, это утро, мы понимаем, что есть дети, которые еще не проснулись, которых нужно утешить, это тоже их дело, это тоже тем, чем занимаются воспитатели в ходе своей деятельности. Если мы посмотрим шкалы МКДО, то мы увидим вот такой показатель, пункт 3.4. Детям предоставляется возможность выражать свои чувства, мнения, убеждения, выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта в ходе всего образовательного процесса. Ну, вот, на мой взгляд, вот этот маленький кусочек видео, который я вам демонстрировала, он без сомнения нам даст возможность успешно пройти этот показатель и, соответственно, понимать, что вот пункт 3.4 у нас пройден, а это означает, что мы можем прибегаться уже к пункту, который связан с четырьмя баллами и, в общем-то, даже замахнуться на более высокую оценку. Просто наблюдают не от упрощенного, просто они видят в процессе наблюдения, что каждому ребенку надо кого-то погладить, кого-то прижать. Да, совершенно с вами согласна, Елена, присоединяюсь к вам и, соответственно, двигаемся дальше. Значит, следующий, следующая область качества, которую мы посмотрим, это ситуация образовательного процесса. В образовательном процессе здесь у нас несколько, достаточно много индикаторов качества. Вы сейчас их видите все на экране. Хочется обратить внимание, ну вот мы работали по разным инструментам по оценке качества, да, и вот в МКДО я вижу, например, то, что здесь появляется отдельно выделенный индикатор качества, связанный с проектами, то есть проектом тематической деятельности, индикатор качества, например, связанный с исследовательской деятельностью, и определенная работа, которая связана с индивидуализацией, здесь выделена в отдельный индикатор качества, который тоже придется оценивать, когда мы придем в детский сад на оценку. Значит, если мы с вами возьмем, я специально взяла результаты МКДО по Красноярскому краю 2019 года, ну, потому что здесь, на этой выборке, в которой было 9 детских садов, можно лучше увидеть картинку, да, какие у нас по процессу бывают разные баллы. Вы понимаете, что вот бывает 0,43 у кого-то, понятно, я никогда нигде никому не скажу, какие детские сады какую оценку у нас заработали, но здесь ситуация для того, чтобы провести, ну вот, там, сравнительный анализ, как бывает. И есть детский сад, который зарабатывает 3 балла. Мы понимаем, что здесь, в организации образовательного процесса, основными у нас являются, ну, вот, такими сложно выполнимыми на сегодняшний день все еще. Это показатели, связанные с распорядком дня, показатели, связанные с поддержкой инициативы детей, с возрастом и адекватностью возрастной, которая происходит в детском саду, и, конечно, с индивидуализацией. Для того, чтобы разобраться с вами по поводу этого показателя, попробуем в чате решить кейс. Значит, смотрите, какой у нас, какая у нас бывает ситуация. На самом деле, это очень часто встречающаяся ситуация, которую мы видим в детских садах еще до сих пор. И обратите внимание, что показатель мы сейчас обсуждаем – это отношение и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с другом и содействие сотрудничества детей. Кейс выглядит следующим образом. Педагог проводит интегрированное занятие по окружающему миру по теме «Зимующие птицы». Воспитатель рассказывает про окраску, показывает на картинке снегиря. Для детей на занятии приготовлены заготовки шаблона снегиря, черный-красный карандаш, все материалы разложены на столах. Ребенок говорит. А мы с мамой, когда домой шли, видели на ветке свиристелий. У нее такой желтый хвостик. Вот попробуйте написать в чате, какие возможны варианты действия и высказывания воспитателя в вашем детском саду. Я, конечно, давайте слишком строга, когда говорю о вашем, потому что сейчас, наверное, посыпятся варианты идеальных ответов. Ну, давайте так, которые часто встречающиеся. Что скажет воспитатель? Ну, вот если ребенок скажет, что шли домой, видели свиристель, хвостик желтый. А у воспитателя вообще-то сейчас запланировано... Мы говорим про снегиря. Лариса, спасибо за смелость, за то, что вы действительно попадаете в ту основную часть случающихся детских садов, которые у нас происходили в 2020 году по оценке качества. Есть ситуация, когда педагог запланировал, так могут сказать, конечно, не все. Мы сейчас говорим про снегиря. Да, нарисуй свиристель и покажи другим детям. Вот интересный ответ у Натальи. Но ведь чем нарисует ребенок свиристель? Смотрите, черный и красный карандаш у воспитателя. И шаблоны снегиря вообще-то есть, не свиристели никакой. Поэтому очень трудно здесь, на самом деле, будет воспитатель выкрутиться в этой ситуации. Карандаша-то желтого нет. Как говорит Татьяна, совершенно верно. И давайте посмотрим показатель, который здесь в МКДО мы смотрим. Педагог демонстрирует пример позитивного отношения взаимодействия, например, во время занятий свободной игры чутко реагирует на обращение к нему детей, доброжелательно отвечает на вопросы, проявляет внимание потребностям воспитанников. Смотрите, не только во время свободной игры, но и во время занятий. Тему занятий нужно думать, прежде чем предлагать детям. Ну, это вы, Елена, по поводу отношения зимующие птицы. Или не зимующие. Поняла, спасибо. Вы в точку попадаете, конечно. Тогда как по-другому могла бы звучать тема? Ну, скорее всего, птицы, да? Ну, что-то про птиц. Вечером я вам покажу сферу стиль. Мы попробуем. То есть есть вот такой еще какой-то вариант такой перегрузки образовательной деятельности у ребенка. Я сразу понимаю, что мы будем еще раз с ним еще чего-то там повторять. То есть вот это вот наше взрослое представление о том, что мы... Почему цвета-то выдали? Ну, такой пример, такой кейс, почему цвета выдали. Вот не знаю, почему выдают у нас иногда цвета. Может быть, из-за того, что цветов не хватило. Может, еще почему-то. Значит, смотрите, такая линия у нас наблюдается. Все-таки общее в детских садах. Когда мы понимаем, что взрослый, он, конечно, решает педагогические задачи, да. Но вот перестроиться, как решать педагогические задачи вот на том интересе у ребенка, который он есть, нам пока еще сложно. То есть смотрите, если мы хотели, чтобы ребенок рисовал снегиря, чтобы он там был карандаш черный-красный, наверное, его раскрашивал, да, нам нужно это сделать 20 века, да, классический пример, но не только 20-го еще пока что. Нам нужно что? Нам нужно, чтобы ребенок учился, ну, в данном случае там был у нас шаблон, да, по шаблону каким-то образом раскрасить и так далее. Сейчас мы понимаем, что птичка другая, а ничего сложного нет, если у нас есть в доступе, да. Вот у меня есть тут еще один вопрос, как чаще всего поступают воспитатели, почему они так поступают? Ну, потому что, знаете, нападать на воспитателей всегда легко, я всегда говорю, надо стараться их как-то понять. Ну, скорее всего, там, ну, я могу понимать здесь ситуацию, когда, например, ну, там нет у них карандаша желтого и нет у них сейчас, ну, тогда стоит задумываться над тем, как мы будем усовершенствовать качество, да, обогащая среду, ну, то есть разными материалами, в том числе карандашами и так далее. Понятно, она не видела свиристель, потому что снегирь-то у нее сейчас на картинке, вот он перед ней, а что делать, если вот забыла она, как выглядит свиристель. Вот недавно у меня педагоги, подсказали идею про то, что, ну, и что, что нет сейчас на бумаге, ну, можно же обратиться к нашим цифровым средствам, которые в доступе у каждого воспитателя, ну, я имею в виду сейчас гаджет, если мы уж так или иначе все-таки заговариваем о цифровизации, которая приходит в детские сады, ну, уж хотя бы использовать тогда пользу, а не, ну, вот, как мы иногда не в ту сторону его используем, этот предмет. Поэтому, ну, вот, с целью познавательного, удовлетворения познавательного интереса, ну, пожалуйста, ну, давайте попробуем. Это ситуация, ну, вот, одного кейса, который мы с вами рассматривали по поводу взаимодействия педагога. Следующий показатель связан с игрой. Я не могу не говорить про игру, потому что, действительно, это то место, с которым у нас сейчас трудности в детских садах обстоят, ну, потому что занятие все-таки является ценным для многих педагогов, воспитателей. Первоочередное, первостепенное. Ну, вот, кстати, сказать то видео, которое вы видели про детский совет, дети этой группы не видели ни одного занятия по школьно-урочной системе в своей жизни. Ну, вот, могу это сказать, потому что они даже не знают, что такое бывает. И мы понимаем сейчас уже, когда, ну, вот, прошло определенное количество времени, мы понимаем, что это правда работает, что про планеты и солнца они каким-то образом узнали в этой группе, совершенно не находясь в ситуации, там, за партой, что-то там рисуя невидимое количество планет по шаблону и так далее. То есть им, у них был интерес, они копали в эту сторону, ну, и вот то, что накопали. Значит, показатель 4.3, игра. Здесь у нас кейс следующий. В 9 утра старший воспитатель заходит в подготовительную группу и увидит, что дети построили стулья в гнездо и играют в нем. Ну, обратите внимание, это 9 утра. Часть детей рисует, кто-то конструирует. По сетке занятий идет ПЭМП. Воспитатель сидит на стуле. Как вы считаете, как поступит методист, вот, чаще всего в детском саду? Что будет происходить со воспитателем? Какие могут быть, там, санкции, высказывания, на ваш взгляд? Напишите в чате. Очень интересные ваши точки зрения, ваши примеры. Ну, потому что, правда, хочется обсуждать это совместно. Спросит, что это за деятельность, ну и что она означает. То есть, ну, для того, чтобы сделать замечание, да, вот есть версия. Методист нашего дома тихо выйдет, зайдет в группу чуть позже и еще чего-нибудь посмотрит. Спросит, почему нет занятия. Может, из-за игры занятие сдвинулось. Мне почему-то хочется, когда я сформулировала этот вопрос, я его, на самом деле, к каждому своему выступлению, каждый раз вот каким-то образом меняю, правлю, потому что мне хочется вот сейчас, вот сегодня, когда я задала, сама написала себе этот вопрос, ну и вам тоже его задала, мне хочется ответить так. Наверное, методисту нужно пойти пересмотреть сетку занятий. Ну, потому что откуда взялась вот эта ситуация с тем, что сейчас происходит, да. То есть, возможно, все-таки у детей выбирать образовательную деятельность, она заявлена в стандарте дошкольного образования. И если мы ставим какую-то определенную деятельность, ну, будь то FEM, будь то еще какая-то другая деятельность по сетке, мы понимаем, что никакого выбора, никакой образовательной деятельности другой, ну, при строгом методисте, да, ну, тот, который четко следует с сетки занятий, мы не увидим. Ну, или там, например, они будут считать не белочек, а будут считать бабочек, и будет мне воспитатель и методист утверждать, что был же выбор, я буду говорить, что выбора деятельности как таковой не было. И поэтому чаще всего здесь нужно, скорее всего, методисту пересмотреть. Но я очень рада, что у нас в чате появляются версии, связанные с тем, что в моем саду придет-зайдет попозже. Вопрос, как быть с количеством нот по учебному плану. Так хочется ответить, как у нас один раз ответили гости, которые приезжали из Москвы. Тубельцы. Какой учебный план? Какой нот? Я когда вижу это слово. Значит, есть еще одна версия от Ларисы, которая говорит, возможно, в совместном планировании на неделю немного изменена сетка, методист это увидит, план недели анализа. Ну, то есть могут быть разные варианты, да, действительно, существуют различные формы, когда вы можете, если хотите контролировать деятельность своего педагога, вы можете приходить и отсматривать, да, что происходит, насколько в балансе, насколько учитывается вот эта ситуация, ну, вот именно разностороннего развития ребенка, да, но если мы переживаем, что у нас, например, познавательное развитие, ну, вот как-то будет заиграются, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое у нас здесь же, вот познавательное выпадает. В этом смысле я, как методист детского сада, ну, будь я в этой роли в данном месте, да, я приду и посмотрю это в процессе, увижу, когда это, ну, произойдет действительно в другое время, потому что наша задача, ну, вот быть в ситуации планирования в дошкольном возрасте, особенно гибкими, и про это заявлено во всех возможных уже документах, которые мы много уже обсуждали. Значит, какой есть показатель, связанный с игрой? Это то, что дети могут играть как в помещении, так и на внешней территории, то есть дети могут играть, это на один. А вот есть пункт 3.2, здесь наблюдается системная поддержка игровой активности воспитанников, и здесь мы будем смотреть, насколько действительно эта поддержка системная, а не, знаете, как у нас иногда в некоторых сетках занятий в распорядках дня, мы видим такую ситуацию, ну, например, даже в некоторых детских садах написано «час свободной игры», и называется это так, да, и мы понимаем, что вроде бы какая-то, знаете, такая оптическая иллюзия, то есть я понимаю, что здесь написано «час свободной игры», значит, это должно быть час, но когда реально мы начинаем смотреть, высчитывать поминутно, я понимаю, что там на самом деле 20 минут, а никакой не час, и никакого часа уже нет. И поэтому тогда эта ситуация, ну, скорее не про поддержку, да, игровой активности воспитанника будет, а про, ну, как бы это так назвать, какого-то такого принципа латания дыр, то есть там с 7 до 8 поставлю игру, с 18 до 19, где-то еще перед сном, где-то еще, может быть, на прогулке, ну, и вот вроде как какие-то временные показатели мы насобирали, хотя понимаем, что эта ситуация не системной поддержки игровой активности, это ситуация, когда детей не будет, скорее всего, это ситуация, когда вместо часа будет 20 минут, да, ну, то есть вот такие моменты наблюдаются иногда у нас, как трудности, как сложности, ну, вот ситуации. Режим дня, так что не обойдемся мы без него, да не обойдемся мы без режима дня, мы будем хорошо проверять рост потреб. Мы сейчас не будем тратить время на то, что, чтобы обсуждать вот это болезненное место, у нас есть в Центре дошкольного образования семинар по планированию, предлагаю интересующихся, он, правда, у нас не так часто бывает, всего один раз в год, мы его организуем чаще всего в феврале, он небюджетный, ну, вот как раз там мы проговариваем все эти тонкие моменты, как с этим жить, как работать, как двигаться и как соответствовать и проверки соблюдать. Значит, следующая линия, это в процессе, эта линия связана с индивидуализацией образовательного процесса. Здесь тоже есть кейс, давайте посмотрим его, здесь ситуация про педагогическую диагностику, мы ее проводим чаще всего, когда я спрашиваю у практиков, как часто вы ее проводите, чаще всего все-таки это ситуация два раза в год, бывают ситуации, когда есть промежуточная диагностика, но какой принцип, да, сейчас здесь не важно, какие умения, совершенно не важно, вот они взяты из карты развития, но они у вас могут быть совершенно другие, из ваших карт развития. Здесь важно понять, какой принцип работы у нас, ну, вот, допустим, если мы помониторили детское развитие, вот ребенок номер один у нас. Значит, смотрите, есть умение номер один, и оно на сентябрь месяц сформировано, есть умение номер два, оно тоже сформировано, и есть умение третье, которое на данный момент пока не сформировано. У меня вопрос, да, то есть, ну, вот вообще не важно, то, что с речью сейчас это связано, как работать воспитателю в течение года, если у него уже есть такие измерения, то есть, ну, два положительных и один отрицательный. Напишите, пожалуйста, в чате, мне тоже важно, чтобы мы понимали с вами, как мы пробуем выстраивать образовательный процесс с учетом индивидуализации. То есть, вот есть то, что такой умненький ребеночек, много чего рассказывает, а вот что-то одно не рассказывает. Как будем двигаться, как будем работать в течение года, что будем делать с образовательным процессом у этого ребенка, куда смотреть. Ведь вообще-то еще целый год, но неужели уже же все у ребенка развито? Будет просто так ходить в детский сад, и никаким образом, ну, вот я имею в виду сейчас по два первых показателя, которые сейчас уже у ребенка развиты. Подключить специалиста к логопеду, есть версия. Ну, то есть, специалисту обратились. Еще какие-то варианты будут? Давайте немножечко подождем, чуть-чуть. Ну, устали уже. Смотрите, какая ситуация, да? Ведь у нас есть ситуация, ну, вот с этим минусом, да? То есть, ребенок не говорит понятно. Понятно, что педагог не может этого не заметить. Не может этого не заметить и не обратиться к специалисту, ну, в данном случае логопед, потому что это связано с речью. Но ведь чаще всего у нас так и происходит. При проведении педагогической диагностики мы выявляем какие-то минусы, обращаем внимание на них. И вот Светлана нам сейчас как раз предлагает такой вариант, да, работать непременно над всеми, в первую очередь над третьим, потому что, ну, вот тут у нас пока что минус. Но в опыте работы мы так чаще всего и видим, да? То есть, провели диагностику, увидели ситуацию какого-то дефицита и на дефицит ориентируемся. Ну, вот знаете, я, у меня такое есть название всему этому, я говорю, знаете, это очень сильно похоже на какую-то вечную коррекционную педагогику. То есть, мы будем работать с дефицитами и вообще не будем работать с тем, что уже у нас есть. И вот, когда Елена предлагает для развития первых двух показателей тоже каким-то образом учитывать эту информацию полученную, ну, например, да, в работе с другими детьми, как вариант. То есть, умеет что-то делать, ну, и научит другого. Использует, пообщайтесь все вместе. То есть, это будет такая дальнейшая работа, педагогическая, связанная с ребенком. И, соответственно, а у него как результат будут развиться следующие умения, которые, ну, вы, например, можете посмотреть в картах развития, как зона ближайшего развития у ребенка. Да, и, соответственно, зону ближайшего развития у ребенка мы будем учитывать здесь в этом показателе. То есть, будем смотреть, насколько воспитатель вообще смотрит, да, и вот здесь снова нам будет в помощь педагогическое наблюдение. И как он простраивает педагогический процесс в наших, в жизни группы детского сада, в наших, там, образовательных моментах, в любой истории, какая могла бы происходить в детских садах. Есть, конечно же, показатели. Педагог ориентируется на результаты педагогических наблюдений и предлагает детям игры и задания, которые им по плечу, и также на шаг впереди. То есть, мы учитываем зону ближайшего развития здесь. Это про то, что я вам говорила. Двигаемся дальше. Здесь у нас еще один кейс. Здесь структура образовательного процесса. Показатель 4.9. В течение дня педагог организует образовательную деятельность в соответствии с заданным распорядком дня. И снова он. Когда наступает время идти на музо, трое мальчиков, увлеченных в постройку, сообщают о желании остаться в группе и продолжить деятельность. Как вы считаете, как необходимо поступить воспитателю? Это жизненная ситуация. Очень часто такое происходит в детских садах. Наверное, в жизни каждого из вас такое происходит. Что делать воспитателю, если у нас ситуация выглядит таким образом? Парочку ответов надо хотя бы от вас. Замотивировать детей идти на музо. Волшебное слово «замотивировать». Что же сделать-то с ним такое, чтобы он замотивировался? Мотивировать можно по-разному. Уточните. Будучи воспитателем, позволяло честно, при условии, что никого не подводишь, и это не в системе. Разрешите остаться с помощником воспитателя в группе. Давайте воспитатель предлагает мальчикам не продолжить, а закончить деятельность и подойти в музыкальный зал. То есть, когда они, например, закончат деятельность, они, возможно, пусть подойдут в музыкальный зал. Давайте посмотрим показатель. Да, сначала, а потом порассуждаем. Чтобы пройти показатель пункта 3.3, то есть вы понимаете, что это снова 3 балла, педагог ориентируется на заданный распорядок дня, но проявляет гибкость в случае необходимости, предоставляя отдельным детям возможность удовлетворять их потребности. И вот здесь, в данном месте, в инструменте МКДО, там есть такая пометка, то есть дети могут вернуться и завершить, например, начатую деятельность на протяжении достаточно большого количества времени, не обязательно, что здесь и сейчас. То есть если у нас есть действительно такой вариант, если никого не подводишь, если это действительно та ситуация, которая сейчас более интересна детям, тогда мы понимаем, что мы можем проявить здесь гибкость, можем оставить, можем не повезти, но в силу того, что я всегда, например, говорю, задаю себе вопрос, а всегда ли нам хочется петь? А почему ребенку нужно всегда хотеть петь? Неважно, хочу я или нет, почему я должен всегда идти на музыкальные занятия? Мальчики одни не будут в группе, они все равно догонят детей. Если не давить, они быстрее придут в музыкальный зал. Ну, смотрите, нам хочется любой ценой привезти. Вот иногда некоторые дети не поют. Чаще всего мы как-то все делаем для того, чтобы потом во взрослом возрасте, когда мы сейчас с вами сядем тут где-нибудь на какой-нибудь выездной школе, и я вам предложу спеть, вы скажете мне, что мы петь не умеем. Вот, а не так ли оно случайно делается? Потому что действительно, в общем-то, ну, некоторым это может не нравиться, это их право. Может не нравиться еще что-то. Ну, то есть мы специально взяли такой острый момент в качестве примера, связанный с музоной, потому что это нужно еще и оставить помещение, да, это не просто не пойти на ту деятельность, которую предложил воспитатель, а еще и на самом деле оставить там группу. Соответственно, нужно найти человека, который будет обеспечивать безопасность этим детям. Да, конечно, это проблематично, сложно. Может быть, репертуар подобрать интересный, тогда и будут петь. Может быть, может быть, да. Мы, конечно же, будем предлагать детям в области художественно-эстетического развития с учетом их потребностей и интересов, опять же, да, различные песни, которые им сейчас хочется петь. Главное, чтобы к этому были готовы музыканты. Ну, потому что, конечно, есть и педагогическое содержание здесь. Общение же все зависит от детей. Удовлетворение такой малой, на наш взгляд, потребности демонстрировать некие партнерские отношения с детьми. Ну, вы имеете в виду такой малой потребности. Вот хотелось бы уточнить, потому что, может быть, я не совсем поняла ваш комментарий, Светлана. Конечно, от детей зависит. Конечно. Двигаемся дальше. Следующий блок качества – это образовательные условия. Здесь ситуация связана с кадровыми условиями, материально-техническими и информационным обеспечением. Конечно же, для того, чтобы рассмотреть здесь с вами, нам все вместе, я посмотрю критерии, связанные с предметно-пространственной средой. Ну, во-первых, в образовательной программе предусмотрена развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованием стандарта дошкольного образования. Для всех образовательных областей здесь мы будем смотреть развивающую предметно-пространственную среду с учетом потребностей, возможностей, интересов, инициатив детей снова. И это все прописано в основной образовательной программе. И мы понимаем, что здесь уже такая точка роста у некоторых из нас, потому что с точки зрения образовательных областей не у каждого детского сада, не у всех получалось в программе прямо прописать вот эту развивающую предметно-пространственную среду. А если добавлять еще и интересы детей сюда же, то это становилось сложнее вдвойне. Пространство группы зонировано для одномоментной деятельности, не менее чем в четырех центрах. То есть мы понимаем, что сейчас у детей должна быть возможность выбирать деятельность, а это означает возможность выходить за пределы одного центра. И таким образом наши пространства должны быть обеспечены вот этими центрами, зонами, уголками, как ходить. Главное, чтобы было четыре таких места, куда могли пойти дети, и в общем-то, чтобы они не мешали друг другу. В этом смысле слово зонированное именно это и подразумевает. Здесь мы снова смотрим на то, чтобы у нас появлялось место для уединения и отдыха. Мы понимаем, что очень большое количество детей в наших группах в детских садах, то есть 30 детей – это действительно очень много. И сейчас понятно, что я сейчас среднюю ситуацию говорю, то есть в разных, может быть, частях Красноярского края есть и меньше, и больше. Ну, большое количество детей в группе детского сада – это действительно большой шумовой фон. И поэтому должно быть определенное место для уединения и отдыха в любой группе. И причем, если у вас много детей, это ситуация, когда должно быть несколько таких мест уединения и отдыха. Причем они не обязательно, что какие-то глобальные, масштабные и так далее. То есть это достаточно какого-то маленького отодвинутого, например, места, где вы отодвинули кровать, создали там уютненькое пространство, и вот оно – место для уединения, где можно уйти от большого количества, от шумной деятельности и посидеть, поиграть с другом, например, в какую-то свободную, спокойную игру. Материалы разнообразные и полифункциональны. Здесь ситуация про то, что, конечно, мы соответствуем требованиям стандарта дошкольного образования и не можем не учитывать ситуацию, что наши материалы, которые используются в среде группы, они будут нести в себе разную функцию. Что это означает? Это означает, что вот эти вот наши волшебные модули, которые по типу парикмахерская, почта, магазин, все что угодно, ну, например, если они в большом количестве заставлены и занимают пространство группы, что сейчас очень часто мы можем увидеть в детских садах, эти модули, несмотря на свою дороговизну, да, которую они представляют, они не отвечают требованиям полифункциональности, то есть если есть парикмахерская, то можно играть только в парикмахерскую, никаких других функций, ну, и причем как играть? Играть не с учетом, не с учетом вот как раз возрастной адекватности, то есть в каком возрасте можно играть в эту пластмассовую парикмахерскую, которая у нас стоит в группе детского сада, ну, ранний возраст, да, дальше, зачем она уже, то есть какая деятельность там может быть еще, кроме как посидеть, посмотреть, ну, прекрасно поиграли один раз в неделю, ну, все, можно расставаться, разнообразие закончилось на этом, поэтому, конечно же, здесь ситуация разнообразности и достаточности материалов для разных деятельностей и, конечно же, много функций. Здесь мы будем смотреть про организацию мест для работы взрослых, и в связи с этим показателем у меня появилась такая фраза, которая звучит следующим образом, воспитатель тоже человек, и, конечно же, есть материалы, которые нужно хранить в группе детского сада, ну, то есть не все они должны быть в доступе, то есть для того, чтобы обеспечивать сменяемость, для того, чтобы, ну, там какие-то небезопасные предметы, например, хранить, поэтому они, конечно же, тоже должны быть в группе детского сада, в детском саду ли, и мы будем смотреть, насколько обеспечено хранение, да, то есть есть возможность хранения вот этих запасных, скажем так, материалов, и насколько воспитатель оснащен местом, где он удобно может вести записи, да, конечно, детские столы и стульчики – это та мебель, в которой сидит воспитатель, но, тем не менее, это не особо удобная мебель для взрослого человека, и поэтому мы, в общем-то, собственным примером показываем детям, что работать, писать там какие-то записки можно вот в таком скрюченном состоянии, поэтому, конечно же, хочется, чтобы место для работы воспитателей тоже было удобным, комфортным для взрослого человека в том числе. Здесь же мы обращаем внимание на то, что в оформлении группы именно детские рисунки и фотографии детей. Обращаю внимание на слово «детские». Воспитатели очень часто любят, я не знаю зачем, не знаю почему, дорисовывать, доводить до какого-то идеала, вот то, что дети рисуют. Надо же здесь, в этом моменте уже начинать понимать, что, в общем-то, не это ценно, ценно то, что ребенок научится, то, что воспитательница 30-40 лет умеет рисовать яблочко ровно, ну, я верю, правда верю. Хочется, чтобы это же умели делать и дети. Фотографии детские помогают в группе детям понимать то, что они делают, ну, потому что это не просто фотографии, где они сидят с красивыми мордашками и строят их, а именно фотографии с деятельностью. Фотографии, находящиеся в группе такие, они говорят о том, что, в общем-то, то, что ты делаешь, это важно, это достойно всеобщего обозрения, это будет обсуждаться, на это стоит обратить внимание. Поэтому, на самом деле, этот показатель, связанный с фотографиями, очень важный в организации пространства, причем фотографии мы ходим и хотим найти не только в среде группового оповещения, но и, если рассматривать участок на улице, да, то, например, на веранде мы сами видели, что тоже это возможно, в принципе, заламинировать только нужно, конечно, от осадков, но, тем не менее, фотографии детские в процессе детской деятельности, они тоже имеют место быть и могут присутствовать и на улице в том числе. Следующий наш показатель – это взаимодействие с родителями. Здесь у нас три индикатора – участие родителей в образовательной деятельности, удовлетворенность родителей и индивидуальная поддержка развития детей в семье. В этом показателе мы с вами рассмотрим, конечно же, показатель, связанный с участием родителей в образовательной деятельности. Ну, первое, на что мы будем обращать внимание, это то, что родители регулярно участвуют в ней, и оно, это участие предусмотрено в основной образовательной программе. Я, конечно, понимаю, что когда у нас 20-й год был такой с ограничениями, да, и родители не имели доступа, но мы понимали, что это ситуация именно этого года, то есть я всегда говорила, то есть давайте посмотрим, как это сейчас, посмотрим, как это работает на качество, ну, вот та ситуация, которая у нас есть, не будем там ничего себе там пририсовывать, дописывать и так далее, потому что на самом деле важно другое, важно то, что, в общем-то, мы видим, да, и можем понимать, насколько важно для нас сейчас включение родителей в образовательную деятельность, как раз имеет такие цифры. Ну, вот, когда все улучшится и наладится в нашей эпидемиологической ситуации, мы будем понимать, что, ну, вот инструмент требует этого, давайте так к этому относиться. Поэтому поощряется присутствие родителей в детском саду в течение дня, и это тоже заявлено в инструменте, хотя для некоторых детских садов все-таки это было трудно, потому что чаще всего ограничения, да, когда родитель приводит утром ребенка в приемную и забирает, ну, там, или в приемную, или с участка, именно словарное, словесное, с точки зрения воспитателя, чаще всего это ограничения, да, то есть, ну, вот привели ребенка, завели, дверь поставили и все, отдали. Вот, на два балла в присутствии родителей в детском саду в течение дня, это про поощрение этой ситуации. Некоторые воспитатели спрашивали у меня, что они там будут делать, а вот как раз следующий подпункт, да, который готовы пообсуждать, это он связан с тем, что родители воплекаются в образовательную деятельность, то есть они не просто так присутствуют и там находятся в качестве наблюдателей, а вы их включаете непосредственно в образовательную деятельность, как еще один ресурс, да, имеющийся у вас источник информации дополнительной, то есть на самом деле родители, точно так же, как и вы, взрослые, и, соответственно, владеют какими-то интересными способами, методами, какими-то техниками, может быть, и поэтому они легко в детских садах, в которых это поддерживается, и правда поощряется, они легко на самом деле вовлекаются. Здесь же в этом показателе мы будем смотреть прав взаимодействия с родителями на удобной им информационной платформе. Будем спрашивать, где вы общаетесь с родителями, все эти ваши группы в мессенджерах, вайберах, ватсапах и так далее, насколько вы придумываете открытые формы для голосования, по типу Google формы, например, когда родитель может зайти в Google форму, проголосовать за какой-то ваш вопрос, поставленный в том же самом мессенджере, и, соответственно, это действительно удобно, это действительно та ситуация информационная, которая сейчас происходит в детских садах. Ну и, конечно же, сайт детского сада – это то место, когда мы можем посмотреть взаимодействие с родителями. Следующая наша образовательная область – здоровье, безопасность и повседневный уход. В области здоровья, безопасности, повседневном уходе достаточно очень много показателей, ну вот я их отдельно выписала вот таким списком. Есть различные показатели, связанные с организацией питания, с отдыхом, сном, специальным уходом, медицинское обслуживание, с безопасностью помещения, с безопасностью прогулки на свежем воздухе. На самом деле у нас очень много обсуждается сейчас из этих показателей вопросов, связанных с организацией питания, с организацией сна. И... Я на минутку, я не нажала ни туда. И я понимаю, что... Ну вот, например, если мы с вами возьмем и поговорим про отдых, релаксацию, сон, например, как один из показателей, да, активно сейчас обсуждаем с воспитателями, вот как раз недавно была на курсах повышения квалификации, по поводу того, можно ли ребенку не спать во время сна. Ну, то есть, если мы обсуждали до этого ситуацию организации процесса питания как-то по-особому, то есть учитывать интересы ребенка, что есть, что не есть, выбирать или не выбирать, это было очень болезненно, это было трудно для восприятия педагогов, но это было хотя бы понятно, потому что там есть какие-то, ну, там, трудности, связанные с организацией посуды, действительно, как это все простроить, у некоторых получается, у некоторых не получается, у всех по-разному. А вот ситуация сна, она такая обсуждаемая, но тем не менее, почему-то все равно эта ситуация вот прямо не сдвигаема. То есть, если дети с точки зрения своей физиологии не особо-то сейчас хотят спать, почему они должны спать? Ну, вот, это такой вопрос, который мы себе задаем каждый раз, когда приходим в детский сад. Ну, вот, он должен отдохнуть любой ценой, а может быть, он должен понять, когда он должен отдохнуть, ну, то есть он где-то должен словить это чувство, когда он хочет спать, и, соответственно, ну, вот тогда и двигаться в этом направлении, там, в сторону сна. Или все-таки мы будем продолжать до 7 лет, да, независимо от того, хочешь ты, не хочешь, буду, не буду, могу, не могу, мы будем продолжать там укладывать в постель и говорить, ну, все, все спим. Почему? Понятно почему, потому что с часу до трех, конечно же, гораздо спокойнее и тише воспитателю работать, если ребенок спит. У нас с вами осталось не так много времени, и поэтому я ускоряюсь за последним нашим показателем. Распорядок и построен на физиологии. У нас же есть 5 минут, да, мы можем задержать? Спасибо. Распорядок построен на физиологии, педиатр это подтверждает. Физиология любого человека относительно сна, она индивидуальна. Вот кому-то надо 12 часов поспать, а кому-то 3 хватает. Ну, это я сейчас про взрослых, конечно. И если мы возьмем Санпин, то там есть ситуация бодрствования, ситуация бодрствования, да, до стольки-то часов, но никто не видит это слово до, все будем там 2 часа детей все равно держать в постели, независимо от того, выспался он или нет. Ну, то есть если он выспался, он, в принципе, может же встать. Что делать, если другие хотят спать, хотят им нужна тишина? Обеспечивать тишину, другие хотят спать, они спят. Конечно же, в этом смысле, это не означает, что дети, которые не спящие, они сейчас начинают бурные игры какие-то устраивать. Нет, объявляется время тишины, и в это время играм спокойным только место. В этом смысле дети сидят тихо и играют. На самом деле опыт в детских садах такой есть, дети это быстро понимают, уважать, во-первых, мы еще здесь параллельно учим, да, уважать сон другого человека, что тоже немаловажно. Ну, в общем-то, я думаю, что тут никаких трудностей, никаких проблем у детей с этим не происходит. Ну, не наговаривайте детей, на детей, пожалуйста. Значит, надо учить, если не умеют. Мы как раз для этого и поставлены детям, потому что не просто так воспитатель на работу ходит. Значит, следующее и последнее у нас область качества, связанное с управлением и развитием. И здесь я из предложенного перечня выбрала, конечно же, самый болезненный для нас – это планирование и организация работы в группе. Не побоялась в конце на такую тему замахнуться. Значит, что в этих показателях, на что мы обращаем внимание? Ну, во-первых, предусмотрено гибкое планирование с учетом текущих потребностей, возможностей, интересов воспитанников. То есть предусмотрено – это означает, прописано у вас в ваших нормативных документах. И планирование именно гибкое. Вы самостоятельно выбираете то планирование, которое вам удобно, которое будет с учетом детских интересов. И оно должно быть прописано в вашей нормативной документации, которая у вас в детском саду есть. Планирование с опорой на результаты педагогических наблюдений. То есть это такая линия, про которую я сегодня уже говорю, да, третий раз, по-моему, про то, что мы не можем планировать просто так, взяв, например, образовательную программу, которую реализовывали много-много лет, по накатанной, по циклу, там, я не знаю, как угодно хотите это называйте, но мы понимаем, что если в основе не лежит педагогическое наблюдение, то есть ребенок уже умеет это делать, зачем планировать эту деятельность, если вы прежде не понаблюдали. Поэтому, конечно же, планы с учетом педагогических наблюдений понаблюдали, а потом пошли планировать. Форма планирования позволяет ребенку выбирать деятельность на день, то есть мы предлагаем в детском саду такую форму, а эксперт приходит и смотрит именно такую форму, которая позволит ребенку выбирать то, что он будет делать в течение дня, чтобы у нас не было таких ситуаций, да, когда там по сетке одно дело, а в жизни ребенку приходится жить по какому-то другому, второму или третьему плану, как у нас говорят некоторые воспитатели, когда мы приходим к ним в детский сад, они говорят, вот у нас есть вот такая для методиста, такая для напарницы, мы вдвоем по этой работаем, а вот третья для проверяющих. Главное, чтобы вы в один день не пришли. Вот, но все-таки нужно выбирать такую форму планирования, мы понимаем, что сейчас каждый детский сад выбирает формы для себя самостоятельно, утверждает на педагогическом совете, да, и, соответственно, эта форма удобная именно для сотрудников этого детского сада. Когда у меня спрашивают иногда, дайте нам, пожалуйста, готовую, мы вот ее возьмем и будем у себя делать, я всегда отвечаю на этот вопрос так, вы знаете, ситуация с выходом стандарта дошкольного образования, она на самом деле очень сильно поменялась, ну, вот, на бумаге, да, хочется, чтобы она поменялась и в жизни, поэтому для того, чтобы, ну, вот что-то такое придумать, ну, например, относительно формы, да, вау, ну, я всегда говорю, что тут, ребята, нужно самим креативить, собираться рабочей группой, читать всю нормативную документацию, смотреть, какие сейчас требования, в каком месте, какие они, и, соответственно, придумывать ту, которая, ну, вот, будет вам подходящая именно вашему детскому саду и не противоречащая современной нормативной ситуации. здесь же ситуация, связанная с планированием, она связана с тем, что родители и партнеры принимают участие в планировании, то есть, имеется в виду не только родители, да, то есть, мы спрашиваем у родителей, какие планы у нас будут на образовательную деятельность, в том числе, например, в течение дня, в течение недели, какого хотите периода, но кроме родителей, мы понимаем, что здесь еще могут быть различные участники, другие, я имею в виду не сотрудники детского сада, даже иногда, я их называю здесь, в этом слайде, партнерами, и они принимают участие в планировании тоже. Это не простой вопрос, это трудный вопрос, связанный с планированием гибким, но на самом деле в Красноярском крае тоже ходы и варианты у нас уже есть. Что мне хочется напомнить вам под конец нашего с вами разговора, я вижу, что у нас тут есть еще в чате вопросы, я вернусь к ним обязательно, на что нужно еще раз посмотреть, когда мы с вами обсуждаем оценку качества. Это не внешний контроль, а это возможность увидеть места совершенствования качества в каждом отдельном детском саду. Я это не устаю повторять, буду говорить, наверное, долго, потому что, в общем-то, это для той ситуации, когда, знаете, эксперты по внешней оценке качества его ждут, к нему готовятся, к нему массово сносится вся мебель со всего детского сада. Это все видно, понятно, буквально через некоторое время сразу же, и мы понимаем, что здесь нельзя получить сейчас, ну, в таком случае, реальную картинку тех качественных условий, которые у нас есть в детском саду. А хочется именно реальной картинки и хочется простроить именно тут траекторию улучшения, ну, вот, конкретно в этой группе, конкретно в этом саду. Поэтому, если мы все вместе будем относиться к оценке качества, ну, вот, как к возможности совершенствования ее, то я очень надеюсь, что нам удастся достигнуть того, чего вы хотите. В общем-то, каким-то образом может быть, улучшиться, а самое главное, улучшить жизнь ребенка в детском саду. Понятно, что у меня была сегодня такая трудная, сложная задача пройти по инструменту МКДО за полтора часа все девять показателей качества, буквально, точечно, жирными мазками, ну, так, пройти, и поэтому, ну, вот, я попробовала такой вариант. Если у вас есть какая-то потребность или необходимость, возможно, ну, вдруг есть интерес, да, чтобы мы с вами поговорили более подробно, вы, конечно же, можете обращаться в Центр дошкольного образования, ну, наверное, мы найдем время для того, чтобы поработать с вами в этом направлении, ну, дополнительно, если вдруг у вас есть такое желание. Сейчас я готова посмотреть наш чат, вы можете писать вопросы, давайте буквально несколько минут дадим на вопросы, проспать ответила, просил нам и всем благодарности тоже вижу, мы тоже вместе с вами, вы должны это понимать, что это правда зона нашего интереса и мы действительно хотим изменить ситуацию с качеством в детском саду в Красноярском крае. Можно писать вопросы, ну, вот буквально несколько минут. спасибо большое и вам, я очень надеюсь, что мы с вами смогли как-то, ну, вот в этой ситуации дистанционного общения, когда нет возможности у меня спросить, ну, все-таки какой-то выстроить разговор вместе с вами. спасибо вам. Спасибо. Ну, тогда, если вопросов нет, предлагаю нам завершаться. МКДО ждет все сады, но если она будет не на электронной платформе, то это нереально. У нас в крае много малокомплектных детских садов. Ну, мы, да, мы понимаем, что ситуация скорее того, что мы будем сейчас увеличивать масштабы. Конечно, у всех вопрос за счет какого ресурса, ну, я очень надеюсь, что что-то будет здесь придумано, ну, потому что, конечно же, ну, вот за счет того ресурса, который есть сейчас, это очень сложно. И про малокомплектные сады, тоже знаем, когда в этом году, в 2020 году мы пошли в детские сады, мы поняли, что это в Красноярске как в центре, да, большое количество, а в районах, ну, разной ситуации, потому что выборка была действительно сделана рандомно, в этом смысле репрезентативная, в этом смысле машина определила те сады, в которые пойдет эксперт, поэтому, ну, и в этом смысле вообще будет происходить оценка качества. Поэтому малокомплектный детский сад, несмотря на то, что он малокомплектный, мы все равно хотим и качество дошкольного образования в нем. Присоединяясь к Светлане, пусть действительно этот инструмент повлияет на качество, мы будем стараться всеми силами. Это напряг на педагога, если напряг, согласна, напряг, да. Качественная работа, она вообще не связана с отдыхом, точно. Ну, потому что, да, нужно пережить какой-то этот момент. Я понимаю, у вас Елена, вы в этой ситуации у нас тоже же были, и поэтому, да, мы трудно переживаем второе полугодие года, но потом, когда выходим из этой ситуации, да, начинаем оценивать, понимаем, ну, что, в принципе, полезное точно было как для сада, так и для эксперта, ну, и, в общем-то, так и для системы в целом, для муниципалитета тоже. Тут по поводу мониторинга не ради мониторинга, все зависит на самом деле, как как сработали сами. То есть, вы же видите результаты, то есть, я имею в виду даже сами детские сады, ну, возможно, муниципалитеты поддержали. У вас очень простая на самом деле ситуация, которая идет после вот этой вот всей процедуры по оценке качества. То есть, вы видите, что вы получаете по показателю, например, там, два балла. Вы понимаете, что вы не берете три. Ну, и в этом смысле прочитайте, что написано в три и найдите себя, почему вы не нашли себя в три. Поэтому мониторинг не будет ради мониторинга в том случае, когда мы будем с этим работать, ну, целенаправленно, точечно. То есть, те сады, которые взяли и проанализировали те оценки, которые у них получились на этапе самооценки, на этапе внутренней оценки, на этапе внешней оценки, да, они сели и посмотрели. в этом смысле у них все получилось найти те свои места больные, скажем так, на которые сейчас нужно обратить внимание, да, можно, есть, которые можно, допустим, сейчас закрыть, да, ну, чтобы это уже не было. Есть те, которые, там, в ближайшем будущем, например, через год, а есть те, которые еще пока не скоро, вот, потому что Татьяна пишет, пока что у нас денег не выделили на РППС, мы понимаем, что средств нет, ну, и поэтому мы пока эту ситуацию изменить не можем. Экерс применяли, проучились, теперь меняем на МКДО. Но ситуация с Экерсом, она в нашем случае помогла нам, потому что это опыт экспертной оценки, это опыт вообще процедуры экспертиз, да, и поэтому очень многие показатели так или иначе близки, поэтому это точно не было для нас вредно, не полезно, поэтому все в помощь, все ради хорошего дела. На этой фразе предлагаю закончить, мы уже и так 13 минут перебрали наш вебинар, спасибо вам большое, до новых встреч, наверное, скоро у людей отпуск, поэтому желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил для того, чтобы с начала учебного года мы с вами снова смогли задуматься об оценке качества дошкольного образования в Красноярском крае. Спасибо вам большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok